ИГ без нервов, паники и прочих неприятных чувств. Разве такое возможно? Да, в двух случаях. Если ты отличник и уверен в своих знаниях, или если иди на государственный экзамен ненастоящий. В рамках дня и ночи открытых дверей в Башкирском государственном университете стартовал ряд прикольных мероприятий, квесты, экскурсий, ну и конечно же сдать самый главный экзамен для выпускника. Здесь ребята будут писать математику профильного уровня. До реальной сдачи осталось всего ничего, пару месяцев. Почему ты решил сдавать дополнительный ЕГЭ и испытывать лишний стресс? Я решился на это пару дней назад. Решил просто испытать свои силы, так как лишним это точно не будет. Расскажи о заданиях. Какие самые сложные, а какие даются легче? Самое сложное задание, я так считаю, что это задание 14 по математике второй части, потому что не у всех детей развито пространственное мышление и не все способны видеть так фигуры. Перетянка контрольно-измерительные материалы будут распакованы, а бланки разданы. Перед будущими студентами выступает сам декан факультета математики и информационных технологий БГУ. Учеба в университете – это не то, что в школе. Есть свои особенности, но чтобы попасть сюда, нужно не облашать на итоговые проверки знаний. Сколько времени в день ты уделяешь на подготовку к экзамену? Ну, если честно, я не каждый день уделяю подготовку к экзаменам, но когда уделяю, то где-то по три часа в день два репетитора по разному предмету. На какой результат ты рассчитываешь? В идеале, конечно, 70 или 80, но на самом деле я не очень в этом уверена. С таким баллом я планирую поступить на психологию в идеале. Зачем психологу нужна профильная математика? Потому что там нужно высчитывать результаты, то есть процентное соотношение каких-нибудь исследований. На написание ЕГЭ ребятам дается 4 часа, а вернее 3 часа и 55 минут. Во время экзамена за партой сидит один человек. Организаторы постарались воссоздать все реальные условия сдачи экзамена. Но без лишнего. Рамка металлоискателя, паспортный контроль – эти этапы решили пропустить. Пусть 11-классники направят весь свой фокус внимания на задания, а не на организационные моменты. Теперь они знают, как, к примеру, будет проходить реальная сдача ЕГЭ, какими будут задания. И что, несмотря на всю серьезность происходящего и строго смотрящих, дать единый государственный экзамен реально. Радмила Гумерова, Рамазан Мусин. Специально для Горы Новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова